Добрый вечер! Сегодня мы смотрим гороскоп с 27 января по 2 февраля для всех знаков зодиака. Овин. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Сначала доделайте начатое, а уже потом начинайте строить новые планы. Возможно, вы переосмыслите проделанную работу. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Будьте сейчас особенно внимательны к своему здоровью. Для дельцов. Жизненная энергия вашего организма сейчас находится в весьма низком уровне. Периодически возникающие проблемы будут неизменно напоминать о себе. Подначивают вас на поспешные необдуманные действия. Вы сдержитесь от необдуманных решений, продиктованных эмоциями, и попытайтесь не планировать на первой половине недели значимую для вас встречу. Близнецам не стоит планировать что-либо основательное. Будьте готовы действовать по обстоятельствам. Не рассчитывайте на других, все делайте сами. На неделе возможны обманы и искажения информации. Постарайтесь этого избежать. Оставьте в стороне служебное рвение. Оно не даст положительных результатов. Больше свободного времени посвящайте семье и детям. Большая часть недели у раков достаточно удачи. Вы можете рассчитывать на поддержку окружающих, а потом вправе действовать с дальним прицелом, занимаясь делами, которые принесут плоды уже совсем скоро. Тем не менее, стоит быть более осторожной. В этот период возможны конфликты. Будьте готовы твердо отставить свою позицию. Львы. Вас будут посещать мысли об отдыхе, романтике, но никак не о насущных делах. Но работе время, а потери час. Поэтому прежде всего решите текущие дела, то, что сделать необходимо. И тогда отдых приятной компании друзей удастся на славу. Ближе к концу недели. Возможно, та же романтическая встреча. Правда, скорее всего, новое увлечение будет мимолетным. Для дев это прекрасное время, чтобы в полной мере раскрыть потенциал, проявить инициативу, а вместе с ней свои профессиональные качества и задатки лидера. В эти дни можно осуществлять глобальные замыслы и самые сложные проекты. Что касается любого дел, для вас не будет каких-либо рамок и ограничений. Весы. Вам удастся найти оптимальный баланс между полетом мыслей и практическими действиями. Что? Сами знаете, случается не всегда. В этот период стоит придерживаться привычных рамок, троп и не браться за незнакомые дела. Велик риск вляпаться в антюру. А вот конец недели может быть сколь угодно нестандартным и экстравагантным для вас. Неделя скорпионам может привести проблему в отношениях, причем как в деловых, так и в личных. Вы склонны ждать от окружающих редкого понимания. Они почему-то не догадываются о ваших тайных стремлений и желаниях, ждут четких и вразумительных объяснений. Не стесняйтесь озвучивать свои цели. Обращаться с просьбами вам не откажут. В начало недели для стрельцов выдастся достаточно удачным для романтических встреч и знакомств. Также это время подходит и более тесное общение с друзьями, например, совместного похода в кафе или на какую-либо вечеринку. В середину недели стоит посвятить делам рабочим, но они не будут тяжелыми для вас. Вам придется разобрать несколько несложных дел, возможно, привести в порядок разбросанные документы. Благоприятные для вас в этой неделе никак не назовешь к изроке. Обострятся финансовые проблемы у вас. Вам также предстоит пройти множество испытаний, которые вы можете преодолеть, но вымутают вас изрядно. В какой-то момент к изроке почувствуются одинокими и всеми покинутыми. К счастью, такое состояние прожарится только на эту неделю, но не более. Бодолеи. На работе вы сможете проявить себя с лучшей стороны, показать свои деловые качества и тем самым заслужить уважение у коллег и начальства. Также вероятны денежные поступления в это время. Приток сил в середине недели позволит вам активно взяться за всевозможные дела и довести их до ума. В дом вы сможете почувствовать себя главой семьи, а отношения с близким человеком будут развиваться в мирном русле. Для рыб возможны мелкие бытовые проблемы. Недоразумение дома не просто складывает соотношение с любимым человеком. Ваша половинка не понимает истинных мотивов ваших поступков, мучается ревностью и подозрениями. В финансовых делах будьте осторожны. Деньги тратить только на то, что вам действительно нужно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова